Даже после трусливого полномасштабного нападения России на Украину, риторика Кремля о братском украинском народе ничуть не изменилась. Русские и украинцы – это один народ. Мы вас уничтожаем, стираем с лица земли ваши города, но при этом считаем вас братьями и неотъемлемой частью русского мира. Наша общая судьба и тысячелетняя история. И вот эта вся фамильярность – очень продуманный ход, на котором, собственно, и держится недоимперия. Дело в том, что если мифы про один народ, Великую Победу, Русский Космос или Великую Русскую Культуру официально развеять, все это так называемое «Великая» и «Русская» исчезнет в один момент. Я ни граждан не слышал, чтобы кто-то произнес из других странах «Великая перуанская культура» или «Великая британская культура». Чем это Толстой величественнее Диккенса, да? Или чем Достоевский круче Жюля Вернан? Это мнимое величие и есть та скрепа, в которую так хочется верить и которую годами прививали населению России. Наша Великая Русская Культура – это такой априори, ты уже понимаешь, что, знаешь, это как-то парень, девушка, и знакомится и говорит, мы сейчас поедем ко мне домой. У меня есть дома великий шкаф. Я в нем держу свои великие трусы. Гражданская оборона окунется в историю государства российского и докажет, что многие русские императоры, художники, режиссеры, ученые, многие открытия и события были не всегда великими и почти всегда нероссийскими. Мы расскажем, что без немцев, итальянцев, поляков, украинцев и многих других не было бы ничего, чем гордятся россияне. Просвещенная французская публика знает о русской Анне, королеве Франции, вот, младшая дочь нашего великого князя Ярослава Мудра. Чего? Нашего? Ярослав Мудрый – князь киевский. Еще раз, киевский. И слова такого не слыхивал, как Москва. Но пропустим историю Киевской Руси, там всем все понятно. Это Украина. Начнем, пожалуй, с основания царизма. То, чем так кичатся многие поколения россиян. Иван Грозный провозглашает себя на царство. До этого правители московского Москвы называли себя великими князьями. Иван Грозный себя называет теперь уже государем. Царем, цезарем, государем всей Руси. Для начала стоит отметить, что по официальной версии Иван Грозный был из династии все тех же киевских князей Рюриковичей. При этом давайте будем откровенны и посмотрим в лицо Ивану Васильевичу. Это реконструкция по черепу внешнего вида Ивана Грозного. Согласитесь, от Рюриковичей тут мало что осталось. Здесь больше Менгу Тимур, Баты или Мамай, наследником которого он на самом деле и являлся. Никакой он не Иван Грозный. Он настоящее его имя сиит. Из рода Кияд. Из рода Кияд. Это очень уважаемый род. Хан Мамай – это из рода Кияд. Он от Мамая ведет свою родословку. После смерти Грозного Мамая была смута, большой голод, пара лжедмитриев и татарин на царствование. Какого Бориса царя? Бориску? Бориску на царство? А дальше воевода киевский Станислав Жалкевский взял Москву и окончательно пресек правление Рюриковичей на московском престоле. Три года спустя этим воспользовались бояре с духовенством и на трон посадили сына тогдашнего патриарха Филарета Михаила Федоровича Романова. Невзрачный подросток, не обладавший ни воинскими дарованиями, ни политическими навыками. По иронии судьбы, призванную восстановить порядок в стране династию, избрали казаки. Вот он, первый более-менее россиянин на московском престоле, избранный под давлением казаков. Но и его царствование могло продлиться недолго. Гетман войска Запорожского Петр Коношевич Сагайдачный в союзничестве с Речью Посполитой второй раз за 10 лет вошел в Москву. В тот момент вершилась судьба Московского царства, которая во многом зависела от воли гетмана войска Запорожского Петра Сагайдачного. Если бы не алчность некоторых недалеких политиков и военачальников, которые ограничились всего лишь передачей территорий, неизвестно, по какому пути бы пошла Московия и где бы она сейчас была, и была бы вообще. Ту октябрьскую ночь 1618 года Речь Посполитая потеряла последний реальный шанс овладеть Москвой. После этого события в течение 150 лет семейство Романовых правило московским княжеством, которое впоследствии безосновательно объявило себя Российской империей. Присвоив себе все заслуги Киевской Руси. Но недолго музыка играла. Через 5 лет после смерти Петра Первого Романовы начали исчезать. С Петром Вторым завершилась мужская линия династии Романовых. И это было предвестником грядущих политических бурь. А спустя еще 30 лет фактически пресеклась и женская линия российских императоров. Да, с Петра Третьего все это уже Гуаштейн-Гуаторовская династия, которые, понимаете, Александр Первый, он такой же русский, как и Наполеон. В прямом смысле слова он немец, по папе и по маме, да? Павел Первый немец. Павел Первый женился на Вюртембергской принцессе, которая потом красиво стала называться Мария Федоровна. София, Фредерико, Августа, Ангальд, Цербская. А мы ее все будем знать, как Екатерину Вторую. Если еще в Павле Первом была одна шестнадцатая российской крови, то в последнем российском самодержце Николая Втором ее уже не было совсем. Так что видите, что здесь русский народ вообще ими не пахнет в России. То есть 150 лет Российской империи правили кто угодно, только не россияне. Да и после революции, во время Совка, у власти были далеко не россияне. Посмотрите, грузин, этнический украинец, реальный украинец, еврей Флекенштейн, он же Андропов, снова этнический украинец Черненко и даже киллер Советского Союза Горбачев также не стеснялся своих украинских кровей. Мать у меня была красивой женщиной, украинкой, а это та чувство хатеринским характером. У сусида хатабила, да? У сусида жинка мила, а у меня не хатинки, нема счастья, нема жинки. Вот так из пяти веков существования российской государственности более 300 лет ею правили кто угодно, только не россияне. Но об этом населению знать не обязательно, ведь тогда исчезнет понятие «великие русские самодержцы». Самое секретное, что в мире есть, самое секретное – это история российского государства. Но не правителями едиными. Так называемая «великая русская культура» также очень отдаленно имеет отношение к России. Например, символы РФ и матрешка, балалайка или самовар определенно не являются российскими изобретениями. Первая чайная машина, так называли самовар в Европе, попала в Россию из Голландии благодаря Петру Первому. Через какое-то время на Руси появился свой адаптированный аналог. А самая продаваемая сувенирная кукла в РФ – не что иное, как японская игрушка, известная еще со Средневековья. В 1890-е годы жена московского предпринимателя Саввы Мамонтова привезла с японского острова Хансю бога счастья Фукураи. Милютин разработал эскизы, по которым кукольный мастер Звездочкин изготовил матрешку. С исконно русским инструментом-балалайкой тоже не все так гладко. Балалайка в современном виде была создана в 1883 году группой мастеров. Один из них, Франц по-сербски, запатентовал это изобретение на своей исторической родине, в Германии, а не в Москве. Из Германии родом и другой русский народный инструмент – гармоника. Помимо этого, к великой русской культуре великороссы относят и писателей, и композиторов, и художников. И мы сейчас даже не об иконе русской поэзии Пушкиня. Радид поэта действительно был сыном эфиопского князя, предок, но в четвертом поколении. И даже не о Чехове с Гоголем, там корни и так понятно чьи. А о русском классике мирового значения Федоре Достоевском. Несмотря на то, что Федор Михайлович был ярым шовинистом и украинофовом, кровушка в его жилах текла подольская. Первым Достоевским, о котором имеются достоверные данные, является отец писателя Михаил Андреевич Достоевский. Согласно обнаруженным документам, Михаил Достоевский родился в 1789 году в селе Войтовцы. В 1802 году поступил в духовную семинарию при Шаргородском Николаевском монастыре. И Войтовцы, и Шаргород – это Винницкая область Украины. Да чего уж там, из пяти российских, дефис-советских, нобелевских лауреатов по литературе знаете, сколько было исконных россиян? Ни одного. Оба родителя Бориса Пастернака – одесские евреи. Иосиф Бродский также ни капли не русский. Александр Солженицын по матери – украинец. Про себя он говорил «украинец» на три восьмых. Очень любил звучание украинской мовы, на которой говорил дед. Еще один обладатель Нобелевской премии Михаил Шолохов, выступая на третьем съезде писателей Украины, сказал «Моя мама с детства привила мне любовь к украинскому народу, к украинской культуре, к украинской песне. Одной из милозвучнейших в мире». Ну и пятый нобелевский лауреат – Иван Бунин. Писатель сам изучал свою родословную и определил, что род его походит с волыни. Вот один из абзацев его творчества о родине своих предков. «Великий и богатый край, красота его ниф и степей, хуторов и сел, Днепра и Киева, народа сильного и нежного, в каждой мелочи быта своего красивого и опрятного, преемника славянства истинного, дунайского, карпатского, жизнь Арсеньева». То же самое и в музыке. Глинка – родословный польский шляхтич. Чайковский – по линии отца из украинского рода чаек. Прадед-композитор, а родом из-под Кременчуга, служил в войске Запорожском. Даже в творчестве Петра Ильича музыковеды неоднократно прослеживали казацкие мотивы. Слепковый концерт, финал. Я только дыма, певаем у нее в миноре. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-тал-дал-дал-дал-тал-дал-тал-тал-тал-тал-тал. Теперь певаем в миноре. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ой-на-вторит-анжен-тижку. Величайшие художники России. Ну давайте, назовите первые две фамилии, которые приходят в голову. На 90% уверены, что это Репин и Айвазовский. Вот только один из лучших маринистов мира был вообще не русским. В прекрасном городе Феодосии в армянской семье купца Геворка Иребсене-Гайвазовских родился третий ребенок. Назвали мальчика Аванес. Будущий знаменитый живописец Иван Константинович Айвазовский. А Илья Репин, тот безоговорочно является украинским художником. Он не только родился в Чугуеве, Харьковской области. Его кисти принадлежали сцены на потолках украинских церквей. Он создавал эскизы украинских поэтов. Дружил с Кропивницким и был членом жюри на создание памятника Шевченко. Он даже завещал похоронить его в родном Чугуеве. За свою жизнь Репин написал множество картин с изображением украинцев и их быта. Однако большинство его творений до сих пор находятся в России. Ну и где, скажите, в этом всем так называемая великая русская культура? Культура есть, спору нет. Вот только она не совсем русская. И ничь идёт, и голову схопивши в руки, дивуешься, чему не идёт апостол правды и науки. А одна из главных скреп великоросов — нация, покорившая космос. Вот только немецкая Фау-2 стала первым в истории объектом, совершившим суборбитальный космический полёт. И именно с Фау-2 начиналась ракетная программа как США, так и СССР. Более тысячи советских специалистов работали над восстановлением ракеты Фау-2. А возглавляла эту работу комиссия под руководством украинца Сергея Королёва. Да, того самого Королёва, которому дали 10 лет лагерей по надуманному обвинению. А НКВДшный ушлёпок типа Путина во время допроса сломал конструктору челюсть, которая неправильно срослась и в конечном итоге не дала спасти ему жизнь. Из-за сломанной когда-то в тюрьме челюсти ему не смогли вставить в горло трубку для наркоза. И 8 часов операция шла под масочным наркозом, эфиром с закисью азота. Что невозможно было для человека, у которого была 10 лет мерцательной аритмии. Стоит также отметить, что главным конструктором почти всех реактивных двигателей в Совке был одессит Валентин Глушко. Практически все советские космические ракеты-носители, от Первых Востоков до Союзов, и почти все стратегические ракеты летали на двигателях Глушко. Конкурентов у него не было. Глушко называли в те годы богом огня. И где во всем этом великая русская нация, покорившая космос? Снова нет ее. Было много ученых и ракетчиков из Питера и Москвы, но также хватало из Бахчисарая, Риги и Одессы. Россияне участвовали в космических открытиях, но ни в коем случае их нельзя назвать покорителями космоса. А если кто-то сомневается, посмотрите на результаты 30-летней исконно российской космической программы по той же Луне. Это уже часть лунной программы. Корабль «Орел», который и полетит к спутнику Земли, президенту показали в виде макета, но план, можно сказать, почти воплотившийся. Вот корабль сейчас уже в металле, проходит статические динамические испытания в корпорации «Энергия». Вот он и полетит у нас отсюда в 21-м году. 23-й год настал. Подождем еще немного. И вот это перетягивание одеяла на себя уже стало визитной карточкой московитов. Мнимое величие прослеживается во всем. Граница России нигде не заканчивается. Ошибочная оценка личных побед возникла и в главной скрепине до империи. Деды воевали. Если мы посмотрим статистику времен Второй мировой войны, то выяснится, что наибольшие потери понесла именно РСФСР. Более 70% потерь. Это значит, что война выиграна за счет ресурсов человеческих и индустриальных ресурсов Российской Федерации. Какая наглая манипуляция фактами. Данные утверждения Бункерного настолько же верные, как средняя зарплата в РФ. Это когда один человек получает 2 миллиона, а 100 других по 8 тысяч рублей в месяц. Тогда в среднем они все получают по 27 тысяч. Я люблю эту страну. Бункерный упырь оперирует данными, озвученными в эпоху перестройки. Сейчас они считаются устаревшими, но хорошо, пусть будет так. Арифметика проста. Население Украины за время войны сократилось на 9 миллионов, что составляет 22% от довоенного. В РСФСР после войны из 110 миллионов осталось 94. А это, внимание, 14%. То есть 14 против 22 у Украины. Так кто же потерял больше? А давайте еще добавим к этому, что именно Украина и Беларусь были основными полями сражения на Восточном фронте. В годы Второй мировой войны Украина подверглась большим разрушениям, чем любая другая европейская страна. Отступая из Украины, как немецкие войска, так и советская армия в 41 году прибегали к тактике выжженной земли. А ну, недоделанный историк, расскажи, как поживала Казань, Епитеринбург, Пермь, Омск, Новосибирск во время войны? Города-миллионники стояли в руинах без воды, света и тепла? Нет. А в Украине не было ни одного города, села или поселка, который бы не отведал на себе всю горечь Второй мировой. А около 700 городов и поселков и 28 тысяч сел лежали в руинах. Украина потеряла 40% своего богатства и более 80% промышленного и сельскохозяйственного оборудования. Это была страна, переполненная горем, страна, полная смерти, страна, где практически не осталось пригодного для проживания жилья. Если мы возьмем столицу, Киев, то практически на 70% его жилая инфраструктура была разрушена. Мало того, Украина дала Красной Армии 7 командующих фронтами, более 200 генералов. Свыше 2000 украинцев стали героями Советского Союза. В 1944 году каждый третий военнослужащий был выходцем с территории Украины. А добавьте к этому сотни тысяч украинцев на Западном фронте. Больше всего украинцев насчитывалось в вооруженных силах США. Это почти 80 тысяч человек. Они воевали как против Германии, так и против Японии в Тихоокеанском регионе, в Малой Азии, в Северной Африке. А также участвовали в высадке войск союзников в Нормандии и на Эльбе в 1945 году. И поэтому, когда мы слышим вот это... Война выиграна за счет ресурсов человеческих и индустриальных ресурсов Российской Федерации. Хочется ответить от всех британцев, американцев, канадцев, французов, поляков, а также от всех народов бывшего совка. Не можешь сказать ничего конструктивного? Завали ебаник, ладно, мужик? Потому что наглая ложь, которой Кремль веками кормил свое население, привела к тому, что мы имеем сейчас в Украине. У нас нету никакого стремления к войне или к тому, чтобы делать нечто, что могло бы причинить вред другим. Вот это пичканье мнимым величием, богоизбранностью русской нации и постоянным зомбированием привели к тотальному отуплению. Любим свое отечество и будем готовы защищать его так, как только русские могут защищать свою страну. Ведь мы сломали хребет фашизма, если бы не Россия, если бы не подвиг нашего народа. Всю эту фальшь население хавает с удовольствием. А какому барану не понравится, когда его хвалят и рассказывают, к какой великой нации он принадлежит? Мол, раз государь сказал, значит, так оно и есть. А думать – это в облом. Партия за нас думает. Перефразируя Тютчева, умом Россию не понять. Ее уж надо только пиздеть. Только с плёточкой исчезать. С набалдажничком на конце можно изменить Россиюшку. Понимаете? С ебаной. И Украина это сделает. А после она вернет себе свое. И в России сразу исчезнет все, что россияне считали исконно русским. Образуется такая себе пустота. Страна без истории, культуры, побед и открытий. Ни-че-го. И это в очередной раз продемонстрирует, что многочисленные народы недофедерации ничто не объединяет. Что страх повелевает их быть рабами. Почему в одной стране находятся Вологодская область, Марий-Эл, Кадыровская, Чечня и Хабаровский край, объяснить нельзя. Никаких рациональных объяснений нет. Объяснение сегодня только одно. Есть вот эта дивизия НКВД, да. Нет в этой стране никакой своей культуры или литературы. Она либо украдена, либо создана кем-то другим. У Мардвы есть своя культура. У чеченцев, у якутов, тувинцев, угров, у финнов. А российская культура – это сборник культур разных народов. Победу в войне добывали казахи, армяне, белорусы, украинцы, нагайцы, калмыки, татары, хакасы, ижоры, московиты. И многие-многие другие. А не как говорил главный лжец 21-го столетия. Он будет проклят. Так же, как был проклят Мубарак, так же, как был проклят Каддафи и Банали. Он будет проклят. Он плохо кончит. Будет ли это швабра, новичок или петля, мы не знаем. Но то, что это обязательно будет, не сомневаемся. Чувствуешь, что скоро погонят тебя из Кремля. Как пса погонят. А с незложением Владимира Первого закончится и эпоха этой кровавой империи, этой тюрьмы народов. Помните, я тебя породила, я тебя и закопаю. Потомок князей киевских ее создал. И потомки все тех же князей киевских ее и уничтожат. Один мой приятель давно-давно, в 1960-м году, аж сказал, страна большая и будет гнить долго. Он даже не представлял, насколько точен этот диагноз, что это будет очень долго. Жить бы мне в такой стране, чтобы ей гордиться. Только мне в большом говне довелось родиться. Процесс разложения уже на завершающей стадии. И общими усилиями каждого цивилизованного жителя планеты Земля этот гнайник будет уничтожен. Молитесь за Украину. Донатьте на ВСУ. Помогайте, чем можете, этим смелым и поистине настоящим ангелом спокойного и мирного будущего ваших детей. Продолжение следует...